Кругосветная регата яхт-одиночек Ван-де-Глоб, единственная в мире проходящая без остановок, стартует в воскресенье из французского порта Ле-Сабль-Долон. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, прежде чем пуститься в плавание, шкиперы обязаны пройти восьмидневный строгий карантин. Эту регату яхтсмены гордо именуют Эверестом парусного спорта из-за исключительно сложного маршрута, который пролегает в южных широтах. Она проводится раз в четыре года с ноября по февраль и повторяет путь так называемых шурстяных шкиперов 19 века. Съемочной группе Евроньюз предоставилась возможность побывать на борту Аки-Тенан-Прованс, одной из 33 яхт, готовящихся к соревнованиям, и поговорить с ее капитаном Армелом Трипоном. Ван-де-Глоб – это что-то вроде безумной мечты. Нужно быть немножко сумасшедшим, чтобы захотеть обогнуть земной шар вот так в одиночестве. И еще большее безумство – сделать это на совершенно новой яхте. Это настоящий вызов. Но это мечта почти всей моей жизни. Как и альпинисты, собравшиеся покорять Эверест, шкиперы Ван-де-Глоб проходят долгий путь. Они должны изучить и отработать все тонкости управления современными парусниками, с их новыми технологиями, пройти физическую и психологическую подготовку, знать, как работать с командой на берегу. «Конечно, мне не терпится ощутить этот момент полной свободы. Я просто не могу дождаться того момента, когда отправлюсь в плавание, покину этот тревожный мир. Там, в море, нам будет очень, очень хорошо. Только море, мы и наши яхты». Рекорд Ван-де-Глоб принадлежит Армелию Леклиашу. Он был установлен 4 года назад. Кругосветное путешествие под парусами француз завершил за 74 дня. Всего день, проведенный на борту этого парусника, уже позволил нам не только оценить, в каких сложных условиях будет проходить плавание, но и почувствовать прилив адреналина, понять всю значимость этой уникальной гонки, одной из самых престижных в мире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова